1xbet. Надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. Андрей Панюков был у нас тут минут 5 назад, наверное. Сказал, что не только Спартак был в кризисе, но и Урал тоже намного ниже в таблице. Поэтому такая игра была очень важной для вашей команды. Получилось забрать 3 очка сегодня. Насколько логичный результат, на ваш взгляд? С точки зрения турнирной таблицы очень важная победа. Хотели выиграть сегодня. Этот материном сегодня дало. Я думаю, что это весь турнирной таблицы. В принципе, хорошо разобрали Спартак, сделали всё, что сказал тренер, и это принесло свои плоды. За счёт этого, я думаю, что каждый знал, что делать на поле, и за счёт этого победили сегодня. А разбирали по тому, что Рианчо сам сказал, что это 4-3-3 и никаких других схем. Потому что состав по сравнению с кубком у них изменился радикально после последних матчей. Ну, мы, честно говоря, ориентировались на игру с Тулой. И, в принципе, действовали по той же модели. Посмотрели какие ошибки у Спартака, слабые места. И так же, в принципе, как Тулы использовали. Эпизод, когда стал 2-1, да, вы поучаствовали, я так понимаю, ударили. Ожидали, что его Максименко вытащили, или уже так праздновали в душе, что будет гол? Честно, я сегодня уже много раз праздновал. Но, к сожалению, да, не получилось окончательно праздновать гол. Ну, главное, что все-таки этот эпизод закончился голом, и Туников оказался в нужном месте в нужное время. Вот, главное, что победили. Ну, мне кажется, возможно, была и более крупная победа сегодня. Было много моментов. Иногда там втроем на одного выбегали, наверное. Что не хватило у этих эпизодов? Да, было много моментов. Особенно, да, у меня там были эти выходы. Вот, наверное, где-то хладнокровие не хватило в концовке. Вот, но обещаю справиться и в следующем матче реализовать моменты. Понятно, что вопрос вам, может быть, не совсем по адресу, да, будет сейчас. Но вы меня не слышали, вот как спартаковские болельщики против Глушакова выступали, против владельцев команды. Для вас не дикая вообще сама эта ситуация? Ну, или как? На этом матче, честно, не слышал. Вот, а на предыдущей игре я слышал насчет Глушакова. Ну, считаю, что это неправильно, конечно. В принципе, зачем ему. И так это, я думаю, что ему не сладко пришлось, Глушаков. У него там свои семейные проблемы. Конечно, не стоит это есть. Зачем его дальше душить? Как считаете, есть у него шанс все-таки искупить свою вину и вернуться? Я думаю, шанс, конечно же, есть. Главное, чтобы ему доверял тренер. И я думаю, он будет с двойной мотивацией выходить на поле. И доказывать всем и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, что он футболист. Хорошего уровня. Сейчас все ищут тренера для «Спартака». Как думаете, Дмитрий Парфенов, игрок «Спартака» в прошлом замечательный. И болельщики его, кстати, очень сегодня тоже приветствовали. Мог бы быть таким тренером для «Спартака» в том смысле, что поставить им «Спартаковский футбол». А вот вы в какой футбол играете? Все-таки больше контратакующий? Конечно, можно. Тем более, у болельщиков лежит к нему душа. Тем более, да, правильно сказали, естественно, всем известно, что он играл много лет за «Спартака». Поэтому очень-то неплохой вариант. Но мы его про «Спартак» не дадим. Ну, за 2 миллиона евро можно, если не «Конанов» миллион стоит. Ну, за 2 с половиной. Спасибо большое. Спасибо.